Особое мнение на 101FM Особое мнение на коронавирусную инфекцию Соответственно, вводятся ограничительные меры И вот, в частности, вчера утром Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что В школах, в российских школах С 23 марта по 12 апреля Будет введен карантин Правильно ли я понимаю, что теперь у нас Этот карантин распространяется автоматически И на кировские школы? Или у нас должен быть какой-то дополнительный нормативный правовой акт принят? Чтобы карантин У нас уже Если мне не изменяет память С 16 марта По 26 Согласно приказу Нет, с 16 марта 26-й это речь шла о том, что предварительно Потому что во многих школах С понедельника, с 20 какого там числа 1-го числа 22-го числа С понедельника И поэтому, как бы, дата 26-я Называлась условно С учетом того, что каникулы завершаются А если там смотреть По другим регионам Ну вот, насколько я знаю, в Москве там до 12 12 апреля уже точно Как бы объявили И поэтому Не мудрено, что и у нас Это решение министра просвещения Оно автоматически распространяется? Нет, уже есть акт нашего министра образования Ульги Николаевны О том, что вот ведем карантин То есть Он уже вступил в силу Он действует с 16 марта Нет, и меня интересует срок окончания В этой связи не совсем понятно Точнее, чисто вот с точки зрения Борьбы с коронавирусом Да, там Введение каких-то мер Непонятно Отсутствие решения по детским садам Так С одной стороны Понятно, что Как говорят дети Чем меньше, тем они менее подвержены коронавирусу И так далее Но тем не менее Это места скопления людей Они же являются носителями Приходят родители с ними Да Воспитатели там работают В конце концов Вопрос в том, что Если мы говорим о том, что Все-таки тотальный карантин То странно, что у нас нет такого решения Объяснение только одно я вижу Потому что автоматически встает вопрос О большом количестве больничных Которые придется выписать в этой связи Ну да, это уже экономическая история Вот А нам, мне кажется, во многом Как раз и имеет все экономические корни Потому что Не в этих условиях И с учетом той накрутки Которая идет там С телеканалов Идет с федерального центра Ну возникает вопрос А почему мы еще не объявили чрезвычайную ситуацию? По крайней мере по тем там 15 Или сколько там 17 регионов Где факты выявлены Введение чрезвычайной ситуации Да, там Введение особого порядка Там карантина Вы считаете, что уже пора вводить? Ну если мы Просто количество зараженных Еще не так велико Мы действительно говорим о том, что Мы заботимся о здоровье граждан Мы видим там Тенденции быстрого распространения И хотим перехватить это все То есть предотвратить ситуацию Массового распространения Ну тогда это выход Хорошо, то есть мы объявляем Чрезвычайное положение Мы понимаем, что люди Будут сидеть дома Будут самоизолироваться Встанет экономика У нас магазины остановятся Предприятия и так далее Нам от этого легче У нас, конечно, экономика и так практически стоит Если не лежит Вот Они и так Но тем не менее Это же водители Это снабжение магазинов Продуктами питания Это продавцы Это слишком много Тянущих за собой вопросов Экономического плана Но боюсь, что решение Связано отнюдь не с экономикой А решение связано с политикой Потому что ведь дальше возникает вопрос С апрельским мероприятием А как мы хотим выйти на 22 апреля Если у нас будет введено Чрезвычайное положение Для того, чтобы его снять Необходимо будет Уже говорить о том Что у нас есть положительная динамика Что у нас там Все хорошо Все сокращается количество зараженных Выявляемых и так далее То есть в вашем понимании Эта история будет растягиваться До 22 апреля И потом Может быть Да, если там Тенденция будет увеличиваться То будет идти на карантин Если все-таки Произойдет событие 22 апреля То это будет вообще нонсенс Выходящее за все рамки Разумного какого-либо объяснения Потому что Дело, как бы кто не относился К изменениям в Конституцию Сам по себе факт В период кризиса Эпидемиологического кризиса В период карантина Проводить подобные мероприятия Ну это как бы Уже за гранью гуманизма И какого-либо адекватного восприятия Ну давайте о поправках В период карантина И в период коронавируса Мы потом поговорим Возвращаемся Если возвращаясь к теме Ну для меня на самом деле Показательна ситуация Развития в Китае И мы видим Что прошло две недели И там ситуация Как бы под контролем Там ситуация уже там Вся эта самая Каким-то образом Улучшается Ну на сегодняшний день Вот я слышала Что со вчерашнего дня Нет ни одного Нового случая заражения Среди местных жителей Случай выявляется Но это в основном приезжие Ну я думаю Ну я думаю Что и те Кто в Кирове Выявлен там Вряд ли В чем плюс выявления Это то Что как бы Есть возможность Переходить на ранние стадии И поэтому там Течение данной болезни Будет в легкой форме Насколько я знаю Как раз По первым двуму Которые подтверждены У них Болезнь протекает В легкой форме То есть это в принципе Разговор о традиционной Ордви О традиционных гриппах И так далее И тому подобное Чего в принципе У нас достаточно Об этом как бы Не говорят И как-то забыли Но у нас там Ежегодно люди Умирают от простого гриппа Умирают Но смертность от гриппа 1-2 процента Здесь уже 3-9 В Италии вообще 8 В Иране вообще 6 В мире В мире В мире Мы сейчас Давайте говорить о России Потому что Опять же Мы сейчас уйдем с вами Еще глубокий вопрос О том Как работает фарм Как работают врачи В Европе И так далее И поэтому Показатель не совсем Объективный Потому что мы понимаем Что там Уровень развития Медицины и фармацевтики Уже позволяет Достаточно Быстро и качественно Реагировать Тем самым Сводя смертность Практически к нулю У нас же К сожалению Больших продвижений В этом вопросе нет И поэтому Когда приводятся Вот такие сравнительные цифры На мой взгляд Не совсем корректно Потому что Это разные Разные болезни И разные ситуации Но то что Предположим В Кире В этом году Открыто начали Признавать наличие Свинового гриппа Об этом ведь тоже Мы помним Очень долго Замалчивалась ситуация Все это Списывалось на Обыкновенно Простуды И в лучшем случае В худшем случае Грипп В этом году Наверное С точки зрения Успокоения Говорят Ну у вас не коронавирус У вас свиной грипп И радуйтесь Ну это Опять же Легализация Еще одного Вируса Который В котором Нас тоже Когда-то Пугали Поэтому Ситуация С коронавирусом Она может Развиваться Ну опять же Плюс надо Не забывать Что у нас Если говорить О Кировской области Есть еще два Преимущества Первое Это климат Да Потому что Мы в принципе Находимся еще В достаточно Холодный Период времени С точки зрения Там Торможения Распространения Коронавируса И второе Ну плотность Нашего Жития Она крайне Низкая Для того чтобы Сильно распространялся Да Там есть Областной центр Есть Не знаю Точки Типа Железнодорожного Автовокзала Где происходит Возможное Распространение Но как бы В этом Ничего страшного Нет Для сравнения Опять же Почему-то Никто не бьет В колокола По клещам Которые уже К слову говоря Уже проснулись Которые уже есть Которые Наносят Вреда и ущерба Не меньше Сколько у нас По прошлым годам Там Под 13-20 тысяч Укушенных в год Да И это Там более Мне кажется Серьезная проблема Нежели Там Сейчас Заниматься тем Что Вот там Давайте То есть вы считаете Что ситуация с коронавирусом Она нагнетается Она на самом деле Не такая опасная Не такая серьезная Она очень сильно Она нагнетается И в этой связи Наверное Уникальна Но я склонен Поддержать И Курдюмова И Черняева С точки зрения Их объяснений Того Что в принципе Ничего пока Сверхъестественного Не происходит Есть Там Ситуация Нового вируса Которая происходит Ежегодно Но тем не менее Вы говорите О необходимости Карантина в детских садах Еще раз Я говорю О последовательности действий То есть если мы говорим О профилактике И вводим карантин То давайте уж будем Вводить его полноценно Если же мы Как бы Занимаемся С одной стороны Хотим Показать Что мы о чем-то заботимся Но в то же время Пытаемся там А Сэкономить деньги В бюджетах И Б Подумать о том Как нам провести выборы 22 апреля Тогда Вот это не карантин А это непонятно что Там выход Очень простой Там Если все действительно Страшно и плохо Давайте Вводить через Звучайное положение А если все хорошо Давайте школьников Отпустим в школу Давайте снижать Снижать по крайней мере Градус Вот этого давления Которое идет По коронавирусу Давайте мы об этом Поговорим после перерыва Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию Особое мнение Михаила Курашина Мы сегодня слушаем Продолжаем обсуждать Ситуацию с коронавирусом Начали мы разговор С карантина В школах И вот я хочу спросить О том Вот этот месяц До 12 апреля Пока у нас объявлен карантин Школьники Что будут делать Этим же никто Не занимается Никто это не регламентирует И мы сегодня видим Что все эти школьники Которых отпустили На каникулы раньше Все они ринулись На улицу Все они начинают Общаться в торговых центрах Где они не покупают что-то Они просто Это просто площадка Для их встреч Для их общения То есть они прибывают В местах массового скопления людей Которые по большому счету Запрещены Кто это должен регламентировать Это должно делать государство Это должны делать родители Или кто Ну на самом деле То что там школьники Не сидят дома А находятся на улице На мой взгляд Ну это было предсказуемо Не про торговые центры Говоря А в принципе на улице Это на самом деле Хорошее профилактическое мероприятие Пусть дышат Пусть как бы Не находятся в пыльных помещениях Пусть там не это самое Пусть они там Лучше будут передвигаться там По городу От точки к точке И Но при этом тогда Они передвигаться должны пешком Не в общественном транспорте Да неважно Ну как бы сам факт того Что они находятся На свежем воздухе Понятно что В идеале бы Да там Но опять же Давайте посмотрим Что у нас на улицах творится И желание ходить пешком Это сильно пропадает Вот То что они находятся В торговых центрах И тусуются в торговых центрах Ну опять же там Уникального ничего нет Там как бы Оно и есть И как бы уже Торговые центры с этим смирились Покупатели смирились То что отсутствует Какая-либо работа Но опять же Если мы говорим Не о бюджетных учреждениях Связанных с Нешкольной работой То все остальные Это вроде как работают Да То есть практически никто Там не закрылся То есть там Различные кружки Там студии и так далее Они продолжают работать Но студии посещают В основном дети Там среднего возраста Да Это средние школьники Там уже выпускники Наверное Они уже Ну выпустились Из музыкальной Из художественной школы Там из каких-то секций Ну слушайте А если говорить О выпускниках Ну как бы Тут вообще разговор О том что там Ну идите работайте Нужно значит Тогда этим Нет я говорю О школьниках 10-11 класса Ну 10-11 класс По логике Должен готовиться К экзаменам И тут я наверное С вами соглашусь О том что наверное Слушайте что должен И что он делает Это разные вещи В школе есть смысл Задуматься как вузом Организовать какое-то Дистанционное обучение Да То есть Ну там Я пока не слышал о том Что такие вещи организованы Вот В Кирове и Нец Да там по Москве Я слышал Вот Поэтому Относительно вообще Реакции Да там Но опять же Вот Не хочется быть таким Старым ворчуном Но опять же Там в советское время Все учения По гражданской обороне Предполагали Постоянную Там Координацию Всех Кому как вести Да там Кто занимается Там оповещением Кто занимается Открытием ББУ-убежищ И так далее Там будут У каждой организации Был прописан функционал И он отрабатывался У нас сейчас И данная ситуация Перегретая пропагандой Она показывает Отсутствие Вообще Там Системности Антикризисного управления Или там Управления Чрезвычайными ситуациями Мы в прошлом году С вами по всей стране Видели ситуации Ситуации с наводнениями Ситуации с пожарами Мы видели ситуацию Предположим Со свиным гриппом Да там Которая С одной стороны Да там Ею пугали А с другой стороны Ведь если посмотреть Предположим Наши там Черноземья Да там Она обернулась Тем что Поубивали весь Частный скот Да там А потом На этом фоне Возникли там Разные компании Типа Мираторга Да там Которые собственно Воспользовались Я думаю Что может быть Там вплоть до того Что это чуть ли не в их интересах Подобные вещи Проводили Поэтому как бы Вот То есть вы проводите аналоги Что здесь ситуация с коронавирусом Тоже может быть проведена В чьих-то интересах Ну нужно же ответить на вопрос Почему Почему происходит Вот такое перегревание Пропагандой Там Почему у нас Везде все это Там Забито информацией Ужасом Да там У меня Там есть множество Там Еще один подход О том что Если обратить внимание О каких странах Нам рассказывают Да там То это страны Куда идет основной Турпоток из России Ну это европейское государство Естественно Никто же не говорит О коронавирусе В Монголии Или в Африке Никто не говорит Да о коронавирусе В Финляндии Ну так активно Никто не говорит А говорит Ну потому что там И случаев заражения Меньше чем в Европе Чем в той же Италии Слушайте Ну я не поверю Что в Монголии Да там случаев В Монголии может быть Я не говорю Что в Финляндии В Швеции В Норвегии То есть как бы У нас тенденция Там двух-трех последних лет Что перед началом Туристического сезона У нас происходят Какие-то события Которые Как бы Понуждают Жителей Делать выбор В пользу Там Крыма И Краснодарского края Подождите Ну если бы это была Локальная история На территории страны Я еще понимаю Но это общемировая история Ну общемировая история Это мы с вами оценим С точки зрения пропаганды Многое слышал От тех У кого есть знакомые В тех же странах Европы Которые говорят о том Что как бы Ну там Это не так страшно Да там Это не так вот Как бы фатально Как это все представляет Плюс ко всему Еще раз говорю Там опыт Который показал Китай с точки зрения Борьбы Говорит о том Что в принципе В течение двух-трех недель Проблема может быть Устранена То есть мы помним Что даже там С ученым показателей Сколько сейчас в Италии Показатели в Китае Были в разы больше И они ситуацию Полностью взяли под контроль Они ситуацию сделали Благополучной Благоприятной Да То есть эту ситуацию Можно регулировать У нас же Вместо того Чтобы как бы Вот Говорить о том Что ребят Да там Это неприятность Но мы ее решим В течение там Двух недель Начинается вот эта Пропаганда того Что все плохо Давайте там Самоизолироваться Давайте там Это самое Мыть руки Не надо связывать Это с коронавирусом Мыть руки Надо всегда Будь то это простой грипп Будь то это там Не знаю Что еще другое Там Мыть их надо всегда Поэтому как бы Вот То есть вам не хватает Информационной пропаганды О нет И в том числе Чего-чего Я имею ввиду О мерах профилактики Нет Мне хватает Да То есть как бы Я считаю Где вы информацию О профилактике черпаете Ну во-первых Я общаюсь с врачами Во-вторых Как бы С людьми Которые там Живут в других странах Да Там И как бы Узнают чего О них Ну и в-третьих Есть некий традиционный набор Там действий Которые там Мы предположим Там в семье Еже Сезонно Там Профилактически Используют Я к тому Что не все люди Имеют вот возможность Общаться с врачами Общаться С жителями других государств У нас Много населения Живет на селе Которое там Не имеет доступа К интернету Например И они видят Они смотрят Центральные каналы По которым С утра до вечера Льется информация Про коронавирус О том Как это все плохо О том Какой ужас творится Вот с этой точки зрения Там Должна ли наша Вот эта вот Государственная машина Вот эти каналы Должны ли они Ну какую-то Вести Я не знаю Социальную рекламу Слушайте Житель Который живет В деревне Он более спокойно Поверит своему фельдшеру Нежели тому Что будут ему там Малыша С телевизора Рассказывать Нет Но если у нас На новостных блоках Все время говорят О том Что закрываются границы Страны Значит Ограничивают Авиасообщение О том Что у нас Первое, второе, третье И так далее Они живут в деревнях Большинство из них Большинство населения Особенно проживающих Сельских территорий У нас не выездное Она живет в своих деревьях Хорошо, они выезжают в Киров У них знакомые Выезжают в Киров Крайне редко То есть они в лучшем случае Позвонят в Киров И позвонят Так же как ситуация Вот сейчас Заметьте Ситуация Двух последних дней Связана с ажиотажем Приобретения продуктов И туалетной бумаги Как в Кирове Ситуация разрешилась Да никак Никто просто Никак Пока полки магазинов пустуют Я в этом блин Покажите мне В крупных торговых центрах Я заходила Видела пустые Ну тот же Макси Слушайте Ну как бы Опять же Я захожу в магазин И я вижу Как люди покупают Гречку Покупают макароны Покупают Несколько пачек соли Зачем? Ну это Это жертвы пропаганды А там Хорошо Почему нет Контрпропаганды О том Что не все так страшно Если вы говорите Что все не так страшно Потому что Государство За счет За счет Той пропаганды Которую она проводит На протяжении Многих-многих лет Люди перестали им верить Вот Там На заседании правительства Там Голикова Жаловалась На фейки Да Там Связано с коронавирусом И их распространение А ведь Никто не говорит о том Почему люди Начинают верить Тому что появляется В интернете Да потому что Они не верят Тому что говорят Это с телевизора По официальным каналам А почему они не говорят Да потому что Их постоянно обманывали До этого Мы с вами прекрасно знаем Если нам там Каждый день Рассказывают о том То о том Что мы с вами живем Оказывается хорошо А мы по факту Понимаем Что как бы С 17 тысячами Очень сложно Назвать человека Средним классом Да то есть Как мы можем верить После этого там Голиковой Или кому-либо Иному Который будет там Рассказывать о мерах Профилактики Да никак Поэтому мы больше Склонны будем Искать информацию Самостоятельно Либо вот как Наш министр здравоохранения Сделал Он там провел Мастер-класс Как изготовить Повязку Эту маску Своими руками Ну там То есть мы вообще Ничего не должны делать В целях профилактики Не поддаваться панике Не фильтровать Всю эту информацию С точки зрения того Что как бы Если она Не характеризует Негативное изменение Ситуации То значит Ничего не происходит А это значит Что в принципе Ситуация стабильна И это значит Там все не так страшно Даже там Еще раз говорю Там Семь человек Которыми там Пугают город Киров Там Ну Я честно говоря Не верю Что там Вот сейчас После этого Там тут произойдет Какой-то там Глобальный крах Скачок И там Все начнут вымирать Если мы возьмем Пример Италии Там тоже сначала Не верили Не верили Не верили А теперь они Вторые В мире пас Сеня Мы с вами Сейчас Какую информацию берем Информацию Которая идет Поступает Поступает К нам Официально Конечно Ну все Потому что Другого у нас нет Мы верим Официальной информации Вот и все Вот как бы Собственно Весь разговор Там у меня Есть знакомые У которых дети Учатся в Китае И как бы В принципе Им говорили о том Что там Их вызов Отложен там Чуть не до конца Апреля Сейчас уже Говорят о том Что вызов будет Изо дня в день То есть вот сейчас Уже приглашают Их учиться Все То есть там ситуация Победили Все под контролем Все под контролем Все спокойно Все управляемо То есть если захотите Перестать поддаваться Понимать Почему еще Опять же И где-то эта мысль Очень хорошо прозвучала Почему В Китае С этим справились быстро А там В Италии Не могут с этим справиться Все очень просто Китайцы Более дисциплинированные Люди В отличие от итальянцев И европейцев Они В Европе Они расслаблены А в Китае Четко сказали Там ребята Баста Там Условно говоря Комендантский час Маски Там Не хочешь добровольно Идти мы тебя скрутим И как бы Отвезем И мы увидели Там много Множество сюжетов Да когда там На улице ловили людей И помимо их воли А в Италии Как бы там все Нашаляя валяя Поэтому как бы Вот Это ведь тоже Еще один момент И это как раз Опять же Связано В том числе С тем Что люди Там в Китае Они Там не стали Поддаваться Вот всей этой Пропаганде И там Всему этому ужасу То есть Никакие провокации Они вели себя Достаточно спокойно Дисциплинированно Им сказали Одеть маски Они одели маски Им сказали На работу Не ходить Они не ходят На работу Все А когда там Будут продолжать Нагнетать От этого Как бы ничего Хорошего не будет Понятно Давайте мы Уйдем на рекламу И продолжим Еще немного Поговорим Про коронавирус И к другим темам Перейдем Особое мнение На 101FM Михаил Курашин В нашей студии Мы продолжаем Тему коронавируса Вот Михаил Несмотря на Ваш такой оптимизм Касаем Этой ситуации Тем не менее В экономике Намечается Некоторый кризис Федеральное правительство Как бы мягко сказали Федеральное правительство Уже Приняло ряд мер Региональное правительство Должно ли здесь Какой-то ряд мер Разработать Для того чтобы Помочь Малому Среднему Крупному бизнесу Должно Но У регионального Нет денег на это Но я не говорю Даже о деньгах Я говорю Есть какие-то меры Какие Я не знаю Там Льготные ставки По налогам Не знаю Срочка уплаты Этих налогов Опять же Опять же Если учитывать Что большинство Этих налогов Уходят В федерацию То как бы Не нашим Здесь это решать То есть То есть Того что принимает Федерация Нам хватит На остальных Не то что хватит У нас как бы Просто нет Возможности Для того чтобы Как-то влиять На эту ситуацию Единственное налог Который нам Интересен Потому что он идет К нам НДФЛ Но мы там С вами все Прекрасно понимаем Что как бы Именно он Сдерживает Для того чтобы Перевести тотально Всех На домашний На карантин Потому что мы Тогда просто Его потеряем Поэтому как бы К сожалению У нас ничего Сделать Я считаю Невозможно Понятно Ну давайте К другой теме На своей странице В фейсбуке Вы написали Пост о том Что не пора ли Нам задуматься О том Об отмене Единого дня Всенародного голосования 22 апреля Из-за коронавируса Свою Свою позицию Вы объяснили тем Что в общем-то Пока еще не начали Тратить деньги Вроде бы и не нужно Надо остановиться И этим не заниматься Но действительно ли Вы верите в то Что там Вот это голосование Оно во-первых Что-то решит А во-вторых Неужели вы не думаете Ну деньги уже Начали тратить Там тот же логотип За 38 миллионов Разработали Уже там Все эти там 14 миллиардов Они уже расписаны Волонтеры Конституции Уже появились Вот Не Я Сразу отвечу Верю ли я Что что-то он поменяет Да он поменяет А в интересах ли людей Ну нет Точно не в интересах людей То есть я как бы Говоря о поправках Нет я вас спрашивала Повлияет ли Всенародное голосование На принятие поправок Ну я об этом и говорю То есть повлияет Да то есть там В любом случае Опять же То есть если люди не придут Не примут поправки Да как не примут Ну вот Вот вопрос в том Что у нас выборы Это один из самых Уже отработанных Управляемых процессов В стране И мы там с вами Это все знаем Видим И как бы Иногда Бывают там Отдельные сбои Которые Вполне вероятно Тоже являются Управляемыми Для того чтобы показать Что вот где-то Хоть какая-то там Иная позиция звучит Поэтому там С точки зрения того Что как организовать Процесс голосования За поправки Я думаю что там Технологически Этот вопрос уже решен Вопрос Опять же Ну я уже Каким образом он решен Он решен Если мы приходим На избирательные участки Или Есть уже понимание Что это будет там Онлайн голосование Например Есть уже понимание Что выборы состоятся А там Сейчас вопрос технический Да то есть Будет ли это там Через госуслуги Будет ли это Подомашнее Будет ли это Сами придут И так далее Но это должно состояться Потому что мы с вами Должны понимать Если там 22 апреля Не будет этого голосования То следующий вариант Возможен только уже В сентябре-октябре Почему? Ну потому что наступает Летний период И как бы народ В условиях тем более Вот этой карантинной политики Да там максимально рванет Там по садам По деревням И так далее И тому подобное То есть народ просто Уйдет Электорально народ То утверждение Которое говорит президент О том что может быть Перенесена дата Вы не верите Нет конечно Нет То есть оно состоится Я более чем уверен Вне зависимости от того Как будет развиваться ситуация С вирусом Техническое решение Как это сделать Да то есть Потому что еще раз говорю Там не в их интересах Эту тему оттягивать Потому что опять же Перенос на сентябрь Это в том числе Необходимо спрогнозировать Как будет дальше ситуация В стране развиваться И тут даже тема Не коронавируса А уже другая тема Да там Обвала нефти Курсы и так далее Да там И то что это Приводит к тому Что наш бюджет Вновь становится Дефицитным федеральным Да то есть Соответственно вопрос О сокращении Расходов Сокращение Тех конфеток Которые можно было бы Еще там народу Предложить Поэтому Оттягивание Ситуации на сентябрь Это на мой взгляд Как бы Шаг к тому Чтобы эти поправки Не были приняты точно Что касается Самих поправок Ну там Конечно Это там Чистая манипуляция Которая сшита Достаточно белыми нитками Когда там С одной стороны Вроде как Речь идет о каких-то Социальных гарантиях При всем этом Все эти социальные гарантии Уже закреплены Федеральными законами Они действуют И их целесообразность Снесения Конституции Точно ничем не обоснованно Да Но с другой стороны Все вот эти Подковерные вещи Там Политические какие-то Политико-олигархические Интересы Они там Настолько явственно Присутствуют Что Там Когда Людям будут Предлагать Проголосовать За или против Если говорить Об объективности Да Там Я более чем уверен Что все-таки Основная масса скажет В таком формате Против Да Там Давайте Может быть Разделим Там Социальный блок Блок Территориальный блок Вы знаете Наши коллеги С портала Ньюслер.ру Вот они ссылаются На свои источники И говорят Что 85% Жителей области Готовы поддержать Поправки Ну я не знаю Откуда они берут Эти цифры Да Там Я как бы Не готов их комментировать Я просто знаю Тех людей С которыми Мы на эту тему Разговаривали И Я не против И сказать Что Среди них Нашелся Хотя бы Один Который уверенно Скажет Что я поддержу Там Или по крайней мере Отвел глаза Когда Там Речь шла о том Что там Нельзя поддерживать Подобные Там Поправки В таком виде Там Ну я не скажу То есть Все достаточно Осознанно Четко И аргументированно Говорили Почему они Не хотят Поддерживать Именно такой формат Принятия поправок Конституции То есть Если бы он был разбит Условно На какие-то блоки Или каждая поправка Голосовалась бы отдельно Это было бы Другой разговор Да Да То есть Когда была бы Возможность Но опять же Мы понимаем И во-первых И количество поправок Такое Что там Их точно не вынести В отдельные Пункты Да Там Ну и Как бы Организационно Это там Будет сделать Невозможно Потому что Еще раз говорю Там Настолько явственно Там Присутствуют Интересы Отдельных групп Да Которые сейчас Пытаются Подложить Под какие-то Социальные лозунги Ну Я не верю В то Что там Народ Готов Это поддержать Я не буду Еще раз говорю Там Опровергать Ньюсер Я не знаю Какими источниками Они пользуются Может быть Это тоже Официальные Там Опросы Которые Там Проводятся На уровне Федерации Мне кажется Что По крайней мере Еще раз говорю Там В некоторых регионах Центральной части Которые мы Относим Ну такое Предуралия Да Там За Уралия Поддержки нет А вы пойдете На выборы? Я пойду И буду Голосать против Так Вот То есть Свою позицию Я думаю Как бы объяснил И вообще Я вот А людям Стоит идти Людям Стоит идти В любом случае Да Потому что Для того Чтобы потом Не возникало Ощущение Того Что Мое Мнение Мой голос Подписал Кто-то За Хотя я Против Да Нужно быть уверенным И нужно прийти И проголосовать За Против Там Это уже Выбор Человек А фальсификация Возможна Здесь вы считаете Еще раз говорю У нас Выборы Самый управляемый Процесс Со стороны Власти Поэтому Как бы Там Говорить о том Как будут Подобные Там Показатели А мы знаем И там По выборам И последним выборам Президента И в Госдуму Да Там и сейчас Уже озвучиваются Планки Там 70% Явки Там и 70% Поддержки Да То есть Какие-то уже Показатели Определены То есть Это значит Что как бы Машина запущена Ну вот Вы сказали Вы так уверенно Говорите Я против Вы Этот текст поправок Изучили Да Где вы его нашли Ну я как бы Этот процесс Контролировал С самого начала То есть Когда только После послания Президента Там начали формулироваться Первые Там сколько Порядка 20 пунктов Да Там вот Как бы И потом дополнялись Это вот Просто когда я готовилась Вот к нашей Сегодняшней программе Я Намеренно искала Текст поправок Я нашла только два сайта Где этот текст поправок Изложен Это сайт государственной думы Но он выложен Там информация выложена В тексте федерального закона Когда говорится Там Статья 114 Внести там Такие-то изменения А что это за статья 114 Непонятно Нужно открывать Какой-то другой документ Искать А как вы хотите Работать с документами И вот только Один сайт И это даже не Сайт какого-то Государственного органа Это сайт Газеты ведомости Где вот Весь текст конституции В том какой он был И в те поправки Которые туда вложены Предложены Он отображен Больше я никакой информации Не нашла Вот Людям Где ее черпать По идее Должны были Региональные власти Проводить какую-то Информационную работу Сейчас Осталось Месяц До этого дня Голосования Где людям Взять эту информацию Как ее быстро Понятно Просто им донести Чтобы они Приняли решение Потому что Вот эти 85% О которых мы сегодня говорили Непонятно Откуда они взялись Люди просто говорили Ну да На бум Да Я пойду голосовать Да Я поддержу Если он не понимает О чем Где взять поправки Ну вот вы там Два канала назвали Ну не у всех есть доступ К интернету И не все Будут смотреть Будут искать намеренно Потому что Чтобы прочитать Это полотно Надо потратить Много времени Вы размышляете Абсолютно правильно Да То есть Вопрос в том Что если мне надо Я могу зайти на сайт Госдумы На сайт Так это ведь не людям надо Это надо государству Принять эти поправки Соответственно Государство должно Людям их донести Или оно просто Не заинтересовано В донесении Вот Вот Ксения Вы абсолютно правы Потому что даже Если предположим Посмотреть Уже начинающийся Там поток Пропагандистской Да Там агитации Там же в основном Представляется социальный блок Да Все Все То есть Все остальные части Ну в лучшем случае Еще перераспределение Полномочия между Там Госдумой Президентами Которые людям простым Совершенно непонятны Ни причины Ни следствия Там было 19 судей Стало 11 Какой прок От этого простому человеку Никакого Ну Слушайте Ну Здесь Для того чтобы Все окончательно понимать Конечно нужно Заниматься политологией Профессионально Да Вопрос в том Что надо ли это Людям знать Почему 19 Стало 11 Там С точки зрения Содержания Я думаю Что большинству Это не важно Важно понимать Как будет осуществляться Процесс Кто их назначает Как они назначают Да Вот тут понимать Зачем это делается Но об этом вряд ли Кто расскажет Кроме там Каких-то интернет ресурсов Оппозиционных ресурсов И так далее То есть Вы снимаете Ответственность Государства За За информационную работу По части Разъяснения По поправке Погодите То что оно Должно делать Оно Да Обязано это делать То что оно Будет делать В этом я сомневаюсь Ну по крайней мере Не до того Чтобы объяснить Все То есть это будет Какая-то выборочная история Она уже идет Я говорю Вот именно Акцент на социальный блок На мужчины и женщины На введение бога И так далее Вот на эти вещи На бутафорию У нас две минуты остается Я хочу последний вопрос задать Он касается Общественной палаты Сообщается Что оператором Вся этой истории С голосованием Будет общественная палата То есть они будут назначать Наблюдателей Которые будут следить За ходом голосования За подсчетом голосов И так далее Отсюда возникает Два вопроса Учитывая Способ формирования Нашей региональной палаты Третий из которых Назначается губернатором Нет ли здесь Во-первых Конфликта интересов Да И насколько это С точки зрения Там независимости И чистоты выборов Вообще Это правильная история И второй вопрос Который возникает Общественная палата Должна здесь выступать Неким таким Третейским судьей И должна занимать Наверное нейтральную позицию Не призывая ни за Ни против голосовать И вы знаете Мнение Натальи Шитько Вы видели наверняка Это видео Где она Ну достаточно позитивно Отзывается об этих поправках Ну по сути Поддерживая их Вот это правильно было? Нет Смотрите Смотрите То что касается Позитивного высказания Если речь идет О том ролике Связанном с Поддержкой Инициативы Терешкова Она говорит о том Что данный человек Любой человек Может выйти с любой инициативы Потому что мы все Привыкли говорить о том Что все инициативы Должны быть только против Она вышла с инициативой За И ее начали клевать Я опять же Не даю оценку Этой инициативе Я даю оценку того Что у каждого человека Есть право Выйти с подобной инициативы И там Наталья Ивановна Она в своем ролике Говорила именно об этом Но во второй части Она сказала прямо Что Общественная плата И вы правильно говорите С своеобразной Медиационной площадкой Должна стать Она должна Выслушать все мнения И не только Негативные Критикующие Поправки Но правильно ли Что общественная палата Должна быть оператором Вот этого Все истории Хотя Когда часть палаты Назначается органом Исполнительной власти Нет неправильно Неправильно На этом я предлагаю Закончить программу Гостем нашим сегодняшним Будьте здоровы все Михаил Курашин Вице-спикер областного Зак Собрания Пятого созыва Михаил, спасибо До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...